Всем приветики! Я уже снимал видео про этот модуль но я решил снять отдельное видео только с функциями этого модуля Нажимаем один раз на кнопку на модуле оно мигнуло и горит это значит нужно эту кнопку нажимаем любую кнопку это можно А нажать, Б нажать и нажал А и теперь при нажатии и удержании кнопки А оно загорается, при отпускании гаснет и когда мы держим кнопку, здесь тоже горит показывая, что оно реагирует можно и Б запрограммировать еще раз нажимаем один раз оно мигнуло и загорелось опять ждет кнопку, нажимаем Б оно помигало, запомнило кнопку нажимаем теперь и удерживаем Б горит отпускаем, не горит но оно помнит и А кнопку то есть теперь оно включается двумя кнопками удерживаем Б, горит удерживаем А, горит отпускаем, не горит Это первая функция Вторая функция Нажимаем два раза на кнопку Раз, два И теперь оно горит, ждет кнопку Жмем А Каждое нажатие сопровождается Огоньком А когда огонек Коротким огоньком Когда горит долго, значит оно ждет кнопку И вот мы нажали сейчас А Теперь при нажатии кнопки А Оно включается И когда еще раз нажимаешь на кнопку А Оно выключается И здесь оно показывает, что Ну вот оно Мигает, значит Есть связь с пультом Плюс слышно оно щелкает Это как бы там реле переключается Вот Но при этом оно помнит еще и предыдущий режим То есть оно все запоминает Все, что вы задали То есть нажимаем, держим Б Горит Отпускаем Гаснет А нажимаем Включилось Еще раз нажимаем Выключилось Третий режим Нажимаем Три раза Теперь оно ждет Две кнопки Можно Ну запрограммировать Как хочешь Пусть это будет Ага Оно уже погасло То есть оно не все время ждет Есть ограниченный промежуток времени Загорело Ждет Нажимаем А Оно мигает Запоминает Запомнила Еще раз горит Нажимаем Б Мигает Запоминает Запомнила Все А включает Но не выключает А вот Б выключает Но не включает Вот Это третий режим Четвертый режим Нажимаем Четыре раза И теперь Назадаем Кнопку А И теперь при нажатии Кнопки А Оно включается И горит Горит пять секунд И гаснет Вот погасло Пятый режим Нажимаем Нажимаем пять раз Задаем кнопку Это А Можно нажать Б Ну какой нажмется Такая будет Нажимаем А теперь оно горит Десять секунд Десять секунд Горит И гаснет Само Соответственно Наш шестой режим Это оно горит Это нажимаем шесть раз Задаем кнопку При нажатии на нее Оно включается А даже можно Выключить Потому что Оно помнит Я же говорю Предыдущий режим Помнит Кнопка Б Выключает Задаем шестой режим Шесть раз нажимаем Оно ждет кнопку Нажимаем А Можно А и Б Задать То есть А теперь оно Погорит на что В режиме Пятнадцать секунд И погаснет Можно Б Задать То есть Например Она будет Включаться Горит пять секунд На четвертом режиме А например На седьмом Включаться И горит Два секунд Вот погасло На седьмом режиме Соответственно Оно Задаем кнопку Нажимаем Оно горит Два секунд И гаснет На восьмом режиме Оно Оно Что делает Сейчас Если выключить питание Вот сейчас Выключаем Сеть Оно И включаем Оно не загорается А восьмой режим Делает так Что при пропадании Питания И снова появление Его Оно включалось То есть Если вот Нажимаем Восемь раз Оно Жмем кнопку Какую-нибудь И теперь По идее При пропадании Сети И появлений И появлений Вот Оно теперь Включается Но Надо включить Сначала То есть То есть Нажимаем Восемь раз Переходим В восьмой режим Оно Ждет кнопку Нажимаем Какую-нибудь кнопку После чего Скорее всего Ну Любую кнопку Я так понимаю Ну Либо Скорее всего Ту кнопку Которая Должна Включить Нажимаем Кнопку Включаем После чего При пропадании Сети И включении Вот Оно Снова Само Включается А без Восьмого Именно восьмой режим Задает Эту функцию Так оно Не включается Изначально По умолчанию И последний режим Девятый Он удаляет Все функции Которые там есть Вот сейчас Выключим Вот оно горит Помигало Все Теперь пульт Не работает Потому что Девятый режим Удаляет Все Все остальные Режимы Которые вы задали И лучше всего Удалять их Потому что Все Что вы задаете Все запоминается Как бы И можно так Настрикать Что в итоге Одна кнопка Будет Выполнять два действия Например Б будет И выключать То есть Один раз нажимаешь Например А включил А выключил Но при этом Если б нажать Удержать Оно будет гореть Хотя может Кому-то так и надо Ну в общем Там уже сами Смотрите Что вам надо Но лучше всего Как бы Задать какой-то Один режим Ну удалить все Ну изначально Удалить все Нажав и девять раз Задать какой-то Нужный режим И пользоваться Ну либо два режима Вот Чтобы оно Лишний раз Не путалось И тогда Все будет Работать отлично Вот В принципе Мне понравился режим Третий Кнопка А включает Кнопка Б выключает Вот А включилась Но не выключает Б выключает Но не включает Все И восьмой режим Это Ну если надо То при пропадании Сети Оно будет включаться Вот сейчас Сеть пропадает Оно не включается Даже если мы включим Сеть пропадает Оно выключается И когда сеть появляется Оно не включается Это кстати нормально Как защита Допустим От чего-то Вот сейчас Оно как защита От включения То есть допустим Если нужно Чтобы что-то работало Но сеть Если пропадет Чтобы оно не включилось И Сейчас у нас Как бы такая защита есть Если сеть сейчас пропадет Оно не включится А А можно сделать наоборот Что Если сеть пропадет Что Если вам нужно Чтобы она продолжала работать Сделать так Чтобы она включалась То есть при появлении сети Она сама включится Не нужно будет Нажимать никаких кнопок То есть Ну удобное сделано Можно запрограммировать Как бы Все Все будет работать Как хочешь Кстати она запоминает Если вы нет из сети, оно полежит Потом включено, там есть какая-то память Оно запоминает все команды И все будет потом работать Так что удобная штучка Довольно-таки Еще я обратил внимание, что После девятой функции Если ты нажмешь 10, раз там 11, 12, 13 По-моему, даже 13 нажимал раз Оно действует После девятого, я так понимаю, бесконечно Оно действует как удаление всех предыдущих функций А предыдущие функции от первой по восьмой Мы уже рассмотрели На этом все Всем пока